Пункты сбора помощи по горельцам закрываются, но помощь еще нужна. Волонтеры приостанавливают работу пунктов приема вещей, но еще есть предметы, в которых остро нуждаются те, кто лишился имущества в пожарах. В эти минуты на одном из еще работающих пунктов сбора находится Екатерина Кашуйчик. Катя, самое главное, что еще нужно? Я лично обзванивала тех людей, которые работают на пунктах помощи, даже не в Красноярске, но на местах, где произошли пожары, на тех территориях, которые пострадали, и абсолютно все люди на всех пунктах говорят одно и то же. Сбор одежды и обуви сейчас приостановлен, уже очень много собрали, достаточный объем. Единственное, есть исключение для мужской одежды больших размеров, для детской одежды в ней еще потребность в некоторых местах имеется. Чуть позже скажу, куда эту одежду можно нести, но кроме того, есть острая необходимость сейчас в подушках, одеялах, в постельном белье, полотенцах. Также требуется различная бытовая химия, бытовая техника и посуда, ну и, конечно же, продукт длительного хранения, это крупы, консервы и прочее. В Красноярске еще некоторые пункты сбора помощи работают, причем в каждом районе города они есть, даже по несколько в одном районе. Актуальный список мест, где еще принимают все вышеперечисленное, сейчас находится на ваших экранах. Напомню, прием одежды и обуви приостановлен, потребности в вещах пока нет. В одном из этих пунктов помощи на Словцова 9 мы сейчас находимся, рядом со мной директор Центра соцобслуживания Ольга Пучковская. Здравствуйте. Расскажите, как откликнулись люди, насколько активно, много ли принесли? Жители не только Октябрьского района, но и города Красноярска очень активно откликнулись по сбору гуманитарной помощи пострадавших от пожаров в Кангске, Лисосибирске, Нижненгашском, Берельевских районах. Ну и вот вы видите, это только вещи, собранные за субботу, ведь наш пункт, как и все пункты в городе, работают с 9 до 17 часов и за сегодняшний день. Действительно, вещей собрано очень много, вещи, нужно сказать, добротные, вещи чистые, и поэтому мне хочется выразить от всей души благодарность и всем жителям города Красноярска и Октябрьского района за понимание, за поддержку. Спасибо всем, кто не остался равнодушным чужой беде. Что больше всего еще нужно, вот конкретно на вашем пункте, что меньше принесли, какая устраивая необходимость есть? Ну, у нас, в принципе, очень много вещей собрано, мы их завтра отвозим в Краевой Центр социального обслуживания Сады 8, вещей собрано много, вещи хорошие, но нужно сказать, что нуждаемся в сборе бытовой химии, средства личной гигиены. Вот что мы видим, да? Да, 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 да. То есть, вот это, как говорится, гуманитарная помощь в недостаточном количестве. И также продукты длительного хранения. Это все очень востребовано, и если жители города и нашего Октябрьского района откликнутся по сбору этой гуманитарной помощи, то будет очень благодарным. У нас жители видят маронные изделия, крупы, чай, всевозможные какие-то сухие, может быть, тоже пакеты, каши. Неважно, все это нужно людям, погорельцам, но еще есть, конечно, потребности в материальной помощи. Сейчас работают счеты, реквизиты на ваших экранах. Это официально открыло Министерство финансов. На него вы можете перечислять ваши пожертвования для тех людей, которые потеряли свои дома и все свое имущество в пожарах, в тех пожарах, которые произошли сразу в нескольких районах нашего края. Если вы не успели по какой-то причине записать реквизиты, звоните в нашу редакцию 265-45-00. Корреспонденты обязательно продиктуют вам все данные, чтобы вы тоже могли помочь людям, которые сейчас в этом нуждаются. Вика. Спасибо, Екатерина Кашутчик из пункта сбора помощи погорельцам.